Я хочу начать со слов благодарности всем сегодняшним спикерам. Это потрясающе по масштабам удовольствие слушать настолько высокого уровня, настолько научные доклады, при этом абсолютно практичные. Вот прям моя теплая сердечная благодарность. Меня зовут Алена Барсова, я юрист на стороне врачей. Меня всегда спрашивают все, почему я защищаю этих врачей. На самом деле нет ни одного врача, который хотел бы что-то сделать плохое своему пациенту. Но при этом количество исков, количество претензий, количество неприятностей, которые возникают у врачей, они растут год от года. И, к сожалению, эпиточагом вот этого всего является город Санкт-Петербург. На этом слайде мои контакты, чтобы больше к этому не возвращаться. Пожалуйста, слайд. Находимся в Санкт-Петербурге, работаем со всей Россией. Приходите в гости, мы нам против Авроры. У меня скидка в ресторан для Вью. Собственно, я бы хотела, чтобы мой доклад был какой-то такой менее научный и абсолютно практический, потому что я практик, и я, наверное, какие-то парадоксальные вещи скажу, о которых никто не задумывается, но я вынуждена об этом говорить. Поэтому заранее, с одной стороны, приношу извинения, с другой стороны, все-таки буду акцентировать на этом внимание. Вот этим слайдом я пытаюсь привлечь внимание уважаемое сообщество, профессиональное врачи-анестезиологов, собственно, к главной проблеме, которая возникает в моей практике. И что такое врач-анестезиолог? Это самый умный человек в клинике. Это самый умный человек в больнице. При этом, когда нужно себя защитить, почему-то анестезиолог абсолютно не способен этого сделать. И никто не может написать карту правильно. Никто этого не делает. И что все забывают? Все забывают, что главное – это, собственно, дела бумажные. И нам нужно уметь правильно относиться к своей работе и правильно писать документы. Ну, какие у нас принципы профессионального успеха врача и профессионального успеха врача-анестезиолога-реаниматолога? Первое – это уважение к себе, своему времени, образованию, жизни. Мы ставим всегда на первое место пациента. Однако на первом месте должны быть мы. На втором месте уважение к пациенту. На третьем месте – наша учеба и развитие. На четвертом – мануальные навыки, которые важны врачам всех специальностей. И особенно анестезиологам-реаниматологам также. Приверженность принципам этики, донтологии, социальный капитал. Почему я это выношу на отдельном слайде в отдельный пункт? Ни при каких обстоятельствах нельзя писать, что что-то наступило в результате работы врача такого-то в другой клинике? Ну, это просто потеря социального капитала, и это полностью перечеркивает принципы этики, донтологии. Ну, напишите, там, пациент поступил после медицинского вмешательства, я не знаю, скриптации с эмфиземой, еще с чем-то. Но не надо писать, что это врач Иванов, там, неправильно интубировал, еще не было ни судебно-медицинской экспертизы, ни следствия, ни суда, ни следственный комитет не работал. Мы уже вот это пишем. Давайте уже с этими аксессуарами расстанемся навсегда. И, конечно же, знание действующего законодательства, нормативных актов, стандартов, клинических рекомендаций. Это то, о чем мы сегодня несколько раз говорили. И, собственно, то, чему будет посвящен мой доклад в первую очередь, это требование действующего законодательства Российской Федерации. Что должен знать анестезиолог-реаниматолог, без чего он не сможет работать и не сможет быть профессионально успешным, и не сможет себя защитить в случае каких-то проблем. Первый документ, который нам необходимо всем знать, это, ну, собственно, достаточно простой документ, о котором никто не помнит, либо даже и не знает. Это приказ Министерства труда и социальной защиты от 27 августа 2018 года, номер 554-Н, об утверждении профессионального стандарта, врач, анестезиолог, реаниматолог. Постоянно ругают этот документ, и это не написали, и то не записали. Хотя, казалось бы, за что я люблю именно анестезиологов-реаниматологов, профессиональное сообщество достаточно консолидировано. Все выделяют время, приезжают, собираются. Вот у нас очень большие проходят мероприятия, где постоянно какая-то профессиональная дискуссия и в кулуарах, и в процессе докладов, и вопросы задаем. И все, в общем-то, достаточно регулярно собираемся. И я считаю, что вот этот документ, в котором прописано все, начиная с того, каким образованием должен обладать врач, анестезиолог, реаниматолог. Ну, лечебное дело, педиатрия, да, и, соответственно, профподготовка. И заканчивая тем, какие, собственно, манипуляции может и не может выполнять врач, анестезиолог, реаниматолог, все написано в этом документе. Для меня, как для юриста, этот документ очень хороший, он очень полный, он отвечает, в принципе, на все вопросы, и я постоянно его использую. Как в разрешении каких-то там споров, даже трудовых, когда приходят там анестезиологи, вот это мы можем делать или не можем, ответьте, там приходится участвовать в каких-то конфликтах, часто с администрацией разных, особенно частных клиник. Открываем профстандарт, там все написано. Очень рекомендую хотя бы, я не знаю, там 5 минут своей жизни посвятить, найти это в интернете и почитать, что, собственно, дозволено анестезиологу, реаниматологу, что можно делать, что нельзя делать. Я считаю, что это один из лучших документов. Лучше этого документа написали себе документ только челюстно-лицевые хирурги, которые написали вообще все, что они хотят делать и все, на чем они хотят зарабатывать. Они написали себе туда всю пластическую хирургию до ключицы и написали, в принципе, всю косметологию. Прошу врачей, анестезиологов, реаниматологов со своим профессиональным стандартом ознакомиться. Просто палочка-выручалочка. Следующий документ, на основании которого мы работаем, это документ наш основополагающий, который мы всегда используем во взрослой анестезиологии и реаниматологии. Это 919 приказ Министерства здравоохранения от 15 ноября 2012 года. Ну, как бы древний, но он не поменялся. Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю анестезиологии и реаниматологии. В чем особенность этого документа? Особенность документа в том, что он регламентирует, собственно, и детализирует все, что должно быть в любой клинике, вне зависимости от формы собственности. и, собственно, в нем прописано все оборудование, которое должно быть в анестезиологии и реаниматологии. Прописано, как у нас работают анестезиологи в виде группы, в виде отделения, в виде специализированного центра. И это тот документ, который должен неукоснительно соблюдаться, и который, к сожалению, очень часто не соблюдается у нас, особенно в частных клиниках. Постоянно я слышу, что он написан для государственных организаций, что вот они там пусть соблюдают. Это не так. Этот документ обязателен для всех во взрослой анестезиологии и реаниматологии. И, собственно, в чем его особенность? В том, что он содержит абсолютно все, что должно быть. Можно сказать, что он написан, если не кровью, то всеми нежелательными явлениями, которые случались до 2012 года, и были учтены Министерством здравоохранения. И если там написан штатив для инъекций, значит, он должен быть. Тоже очень прошу профессиональное сообщество с документом ознакомиться, как-то вообще на него посмотреть, его знать. Если у нас приходит следственный комитет в медицинскую организацию, или если у нас приходит Росздравнадзор, если у нас случается летальный исход или какое-то нежелательное явление, вне зависимости от того, насколько оно серьезное, то нашу работу начинают оценивать именно по этому документу. Первое, с чего все начинается, начинается с оснащения. Все ли у нас есть, все ли у нас было, все ли присутствовало в клинике, что прописано государством. Где посмотреть в 919-м Н-приказе. Аналогичный документ есть в 909-й, в детской анестезиологии и реаниматологии. Приказ Министерства здравоохранения 12 ноября 2012 года, 909-Н, об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям по профилю анестезиологии и реаниматологии. Оба документа вроде бы максимально простые, они состоят из таблиц, они содержат штатные единицы, оборудование. Но есть масса нюансов, о которых мы в том числе будем говорить в скором времени на большом мероприятии. Например, не все понимают, что анестезиология и реаниматология всегда сопровождаются стационаром. Это может быть стационар 24 на 7, либо дневной стационар. То есть не все понимают, что анестезиология и реаниматология сопровождаются палатами, которые обязательно должны быть, без которых не могут работать, которые должны находиться в стационаре. Есть масса других нюансов. Палата должна быть с окном, потому что написано, что должен быть естественный свет. Все это прямо не прописано в этом документе, но тем не менее из него вытекает. И, конечно же, все это нужно учитывать. С чем-то не обеспечил. С чем чаще всего мы сталкиваемся? С тем, что нет укладок. Нет укладок или они не полностью укомплектованы, особенно это в частных клиниках, особенно это в амбулаторной анестезиологии, реаниментологии. И вот до сих пор, несмотря на колоссальное количество нежелательных явлений, несмотря на летальные исходы, с которыми приходилось работать, я вот лично сама работала с... Я помогала юристу в Самаре, когда случилась гибель ребенка в стоматологической клинике. Я работала в Иваново, когда погиб пациент тоже в стоматологической клинике при проведении общей анестезии. Ну и так далее. Это я называю то, что вышло в СМИ. Очень многое в СМИ не вышло. Удалось с этим работать, удалось правильно работать с родственниками. Есть определенный алгоритм работы с родственниками. Все отработано, никаких проблем нет. Просто надо это все делать. И на самом деле, к сожалению, все упирается в то, что мы не соблюдаем свое собственное законодательство. Банально не соблюдаем два порядка основополагающих оказания медицинской помощи по профилю анестезиологии и реаниментологии у взрослых и у детей. Все там прописано. Что-то под звездочкой, что-то обязательно, что-то не обязательно. Но без соблюдения вот этих основополагающих документов клиника работать не может. Далее. Документы, которые тоже нам нужно изучить для того, чтобы работать успешно, работать спокойно и быть профессиональными звездами. Это стандарты оказания медицинской помощи. Не все у нас есть стандарты. Я почему этот слайд привожу, я показываю, собственно, как искать стандарты. То есть просто в Яндексе пишем стандарты специализированной медицинской помощи, и они в рубрикаторе по органам и системам совершенно просто все ищутся и находятся. Следующие документы, которые чрезвычайно важны, которые имеют статус закона. И тоже вот на этом слайде я показываю, как их можно найти. Заходим в Google или в Яндекс и пишем клинические рекомендации. ФАР. Почему ФАР? Потому что согласно 323-му федеральному закону, профессиональная ассоциация имеет право утверждать клинические рекомендации. С 2017 года клинические рекомендации имеют статус закона в нашей стране. Но и раньше также они были чрезвычайно важны. По одной простой причине. Когда начинают работать правоохранительные органы, будь то следственный комитет или пациент или его родственники, подают исковое заявление в суд. Я практикующий юрист, я постоянно хожу в суды, у меня три дня в неделю, это прокурорские дни, они посвящены работе в судах. И, собственно, когда мы выходим в плоскость взаимодействия с пациентами, либо с родственниками пациентов уже в правовом поле, у нас какие-то претензии или исковые заявления, или работает следственный комитет, то нашу работу оценивают судебно-медицинская экспертиза в стадии принятия решения о возбуждении, либо отказе в возбуждении уголовного дела. Следственный комитет все равно проводит экспертизу. И, собственно, как оценивают то, что мы сделали эксперты? Они оценивают нашу работу по клиническим рекомендациям. То есть они открывают клинические рекомендации и, по сути, оценивают диагностику, постановку диагноза, проведенное лечение. Все наши действия они оценивают по клиническим рекомендациям. Я считаю, что ФАР пишет великолепные клинические рекомендации. Я являюсь постоянным читателем этой литературы. Особенно я хочу оценить... Это просто литературный шедевр уровня Бориса Виана. Это прям моя любимая, это моя настольная книга. Это клинические рекомендации «Анафилактический шок», которые в 2022 году пересматривались. Ну, многие анестезиологи их ругают. Но, уважаемые, любимые анестезиологи, я понимаю, что вот и это не написали, и то не написали. Можно было бы более детально и не так примитивно писать эти таблицы со стрелочками, которые в конце клинических рекомендаций. Но сжальтесь. Дело в том, что эти клинические рекомендации написаны не только для высочайшего уровня врачей, анестезиологов, реаниматологов. Они написаны в том числе и для, ну, не хочу сказать примитивных форм жизни, но они написаны для врачей других специальностей. Например, я вот драматолог-венеролог по профессии. Я прошла ординатуру, хотя я изначально училась сразу в двух вузах, чтобы защищать врачей, но тем не менее. Для меня, как для драматолога, всё там понятно. И спасибо огромное анестезиологам-реаниматологам за то, что нарисовали таблицы. Я знаю, что вот в любой момент времени я могу их открыть, и вот прямо по ним, собственно, все выполнить действия, которые необходимы, если я подозреваю, что у пациента развивается анафилактический шок. То есть я что хочу сказать? Я хочу немножко поставить на стоп критику, которая всегда присутствует. Все критикуют клинические рекомендации. Среди анестезиологов это принято, что они неполные, что можно что-то добавить. Они написаны не только для анестезиологов, они написаны для врачей других специальностей тоже. Более того, они даже написаны для среднего медицинского персонала. Например, на странице 31 клинических рекомендаций анафилактический шок дан набор лекарственных препаратов и медицинских изделий для комплектации укладки антишок. Для процедурных и стоматологических кабинетов. И, собственно, для кого это написано? Это написано в том числе для главных медсестер. Для того, чтобы они могли это открыть, не отвлекаясь ни на что другое. Просто проверить состав укладки и проверить там еще что-то, что они считают нужным. Может быть, там срок хранения и так далее. Поэтому я считаю, что клинические рекомендации чрезвычайно хорошо структурированы, очень содержательны, очень информативны и максимально просты и подходят для врачей разных специальностей и могут быть использованы. И самое главное, я всех призываю изучить клинические рекомендации по своей специальности и также посмотреть еще и онкологические клинические рекомендации. Постоянно у меня диалог со стоматологами, которые свои клинические рекомендации, 15 штук, кое-как увидели, где почитать, но совершенно игнорируют онкологические клинические рекомендации, которые в 2020 году, как раз в ковидный год, были приняты. И чрезвычайно интересны, чрезвычайно полезны и вовлекают в том числе и врачей-стоматологов-терапевтов тоже в осмотр. Там есть один осмотр врача-стоматолога-терапевта, который тоже необходимо изучить. То есть не надо вырабатывать тоннельное мышление. Помимо своих клинических рекомендаций, нужно, собственно, и смежные специальности тоже смотреть и быть в курсе того, что там происходит. Итак, клинические рекомендации. Клинические рекомендации имеют статус закона, их нужно знать, их нужно знать, как посмотреть. И вот мы сегодня обсуждали Pocketbook, но у нас уже у всех есть смартфоны, у всех есть компьютеры. Мы можем с телефона выйти, посмотреть клинические рекомендации. В любой момент времени они доступны. Они как раз в хорошем формате, их можно скачать, их можно читать, их можно смотреть, можно задать функцию поиска, посмотреть какой-то тот раздел, который необходим. Более того, никакие там языческие боги не запрещают их печатать. Они, вот хочу отметить, у анестезиологов, реаниматологов, они в PDF. То есть их можно скачать, их можно распечатать. Никакие страницы не потеряются. Все хорошо структурировано, все пронумеровано. И можно, собственно, пользоваться в распечатанном виде. Единственное, конечно, я очень прошу заходить периодически и смотреть. Может быть, какие-то рекомендации подвергались пересмотру. Анестезиологи и реаниматологи достаточно часто это делают. И в период ковида это делалось, несмотря на то, что нагрузка была колоссальная на врачей этой специальности. Ну, надо держать руку на пульсе и смотреть, что пересматривалось. Еще раз, почему так важны клинические рекомендации? Почему об этом говорю я, юрист на стороне врачей? Потому что если у нас судебно-медицинская экспертиза работает, в состав комиссии входит организатор судебно-медицинский эксперт и специалисты профильные, то есть, например, врач-анестезиолог, реаниматолог. Что они делают? Они открывают нашу карту медицинскую, которую необходимо ввести, которую нужно, конечно же, ввести максимально хорошо. Сегодня мы говорили о качестве оказания медицинской помощи и безопасности. Вот одним из критериев качества оказания медицинской помощи, как это ни парадоксально, является в том числе введение медицинской документации. И буквально специалисты открывают клинические рекомендации, открывают наши карты и сравнивают, что из того, что прописано в клинических рекомендациях, мы реально сделали. И качество будут оценивать именно на основании клинических рекомендаций. Чрезвычайно важный документ. Я думаю, что я, в принципе, максимально заострила внимание на нем. И сейчас я хотела бы перейти к таким, казалось бы, парадоксальным вещам, но о которых я не могу не сказать в свете происходящих событий. Мы сегодня говорили о принципах профессионального успеха и затронули тему уважения к пациентам. Я хочу сказать, что в последние годы, особенно в последние десятилетия, все врачи стали максимально пациентоцентричными, пациентоориентированными и максимально, так скажем, на пациентах сконцентрированными. То есть мы уже дошли до того, что у нас есть определенные конфликты с пациентами, и мы в какой-то степени пациентов боимся, потому что мы знаем, что пациенты могут пойти в суд, могут написать заявление в Следственный комитет. Вот у нас, к сожалению, в Санкт-Петербурге есть целое адвокатское бюро, которое только занимается тем, что создает конвейер заявлений в Следственный комитет. Но мы совершенно забываем, что закон также защищает врача. И врачу ничего не мешает защищать свои права, проявляя тем самым уважение к пациенту. За оскорбления, за нарушение общественного порядка, за хулиганство, за моральный вред врач может пойти и получить, собственно, компенсацию. По статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, также, собственно, все это можно использовать, можно либо самим это делать, либо привлекать юристов и требовать сатисфакции. И на самом деле это помогает приструнить в какой-то степени пациентов, их родственников и остановить тот поток, к сожалению, негатива, который мы наблюдаем. Потому что у меня вот каждый раз сердце разрывается, когда я читаю, что там какие-то драки происходят в приемном покое, в хирургических отделениях, боже мой. И врачи действительно подвергаются и насилию, и агрессии со стороны пациентов, и со стороны родственников пациентов, что, конечно же, чудовищно. Во многом мы сами создаем эту ситуацию, потому что мы никакого противодействия не оказываем. Тем не менее, врач защищен законом, и в правовом поле совершенно четко можно работать. Единственное, о чем я прошу, это если мы работаем с оскорблением и заявляем компенсацию морального вреда, предварительно покажите хотя бы юристу этот отзыв или видеозапись, для того, чтобы оценить, действительно было ли оскорбление. Зачастую приходится привлекать в том числе и экспертов, филологов. Ну, я так делаю всегда. То есть я никогда не беру на себя всю полноту ответственности. Я всегда показываю и текст, и видеозапись, аудиозапись я показываю специалистам, для того, чтобы они оценили вообще... Ну, какие-то судебные перспективы с точки зрения дачи заключения специалистам. Также я понимаю, что я сейчас говорю какие-то странные парадоксальные вещи, но я не могу об этом не сказать. Пожалуйста, дорогие врачи, анестезиологи, реаниматологи, обратите внимание на отзывы. Отзывы стали одним из чудовищных инструментов потребительского экстремизма. И если я вот сама даже проводила эксперимент, я заходила на Продукторов, заходила на другие сайты-отзывики, искала известных врачей-анестезиологов, никаких отзывов нет, а если есть, то отрицательные. При том, что я знаю людей лично как высочайшего уровня профессионалов. Давайте уже обратим внимание на то, что лежит как бы за пределами нашей работы, нашего наркозного аппарата и вообще нашей государственной медицинской организации или частной. Давайте уже займемся тем, чтобы о нас были отзывы. Понятно, что у нас пациент в наркозе. Понятно, что у нас пациент с нами контактирует перед инъекцией пропофола или когда мы с ним работаем за неделю или за какое-то время до операции, собираем анамнез, просим его заполнить анкету, спрашиваем его о приеме всяких разных интересных веществ и не очень интересных веществ. Но давайте также пациентов просить оставлять отзывы о нашей работе. И как это делать максимально продуктивно и максимально просто? Берем QR-код на сайт, я не знаю, про докторов еще какой-то, где мы хотим, чтобы пациент оставил отзыв. И в тот момент, когда мы его опрашиваем, когда он, собственно, выписывается, и мы с ним тепло прощаемся, когда он всем доволен, прямо будем его просить оставлять отзыв о нашей работе. Для чего я это делаю? Почему я, юрист, об этом говорю? Потому что я чрезвычайно устала, и мне уже физически, и морально, и духовно, и душевно, и всячески больно это все читать. Пациенты, если оставляют отзывы о работе врачей-анестезиологов, то в основном негативные, крайне негативные, которые вообще могут быть не связаны с врачами-анестезиологами, с работой анестезиолога, с этой конкретной клиникой. А просто вот пациенту так показалось. Наша задача сделать так, чтобы отзывов было много везде. Это повышает наш профессиональный авторитет. Это повышает доверие пациентов к нам. Но самое главное, таким образом мы занимаемся профилактикой потребительского экстремизма. Если о нас, как о враче, отзывов много, у нас 50 отзывов, и одна какая-нибудь дама с шелаком и нейл-дизайном, просто свисающим с ногтевой пластины, и даже не хочу это среднестатистическую пациентку-экстремистку описывать, оставит негативный отзыв. Ну и что? Ну и что нам от этого? У нас много отзывов, у нас их там 50. И пациенты прочитают, увидят, что да, действительно у нас правдивые отзывы. И на все отзывы, конечно же, нужно отвечать. Отвечать нужно очень просто. Должно быть три компонента ответа на отзыв. Мы эту формулу выработали с владельцем сайта продакторов Сергеем Федосовым. У нас было 8 часов мозгового штурма, и мы пришли к выводу, что ответ на отзыв должен содержать три компонента. Проявление эмпатии, какое-то сочувствие пациенту, разделение в какой-то степени его эмоций. Дальше, собственно, ответ. И третий компонент – это конструктив. Приходите к нам, мы проведем осмотр, приглашаем вас там, я не знаю, мы вам поможем, мы всегда открыты. Вот у нас врач принимает в такие-то дни, в такие-то часы. Пожалуйста, ждем вас, очень просим, приходите. Ну и еще в заключении, да, хочу тоже вот нестандартную вещь сейчас сказать, но не могу молчать, скажу. Пожалуйста, дорогие врачи, анестезиологи, реаниматологи, попробуйте ввести в своей практике фотопротокол. Меня фотопротокол, меня лично, как юриста, выручал много раз. Это не значит, что нужно фотографировать пациентов, там, я не знаю, в полном параде, в белых рубашках, с макияжем, после того, как мы провели наркоз. Нет. Фотографируйте какие-то значимые вещи. Ну вот банальную вещь скажу. Удалось защитить клинику полностью после того, как мы представили в Следственный комитет фотографию электрокардиограммы, сделанной в клинике по пациенту, по которому случился летальный исход. В момент, когда мы передавали пациенту бригаде скорой помощи, мы сделали фото ЭКГ, и мы зафиксировали, что там была, собственно, сердечная деятельность. Это просто банальный пример. Именно анестезиологи-реаниматологи вообще не думают про фотопротокол, ничего не фиксируют, и постоянно сталкиваемся с одним и тем же. Вот, значит, пациент был черного цвета, анестезиолог, неправильно проводил там сердечно-легочную реанимацию двумя пальцами, а не, ну, все знаем, как проводить сердечно-легочную реанимацию. Ну, боже мой, ну давайте сфотографируем этого пациента, давайте сфотографируем это ЭКГ, давайте сфотографируем какие-то юридически значимые вещи, давайте, боже мой, наш почковидный лоток сфотографируем, что там у нас лежит адреналин, там, гормоны, еще что-то. Ну, я сейчас фантазирую, но все понимаем, о чем идет речь. То есть я не прошу вас сфотографировать пациента, я прошу вас проводить фотофиксацию, не только, что мы написали в карте. Нам потом скажут, что мы сели и написали. Давайте проводить фотофиксацию каких-то важнейших обстоятельств. Фотофиксацию того, что мы вводили все необходимые препараты, как того требуют клинические рекомендации, анафилоксический шок. Давайте проведем фотофиксацию медицинского изделия, которое после того, как мы, собственно, провели интубацию или там все уже достали из пациента, и вот мы фиксируем, что у нас ничего не сломалось, что все нормально. Почему? Потому что случаются совершенно отвратительные банальные вещи. Мы, допустим, провели операцию, все прошло хорошо, интубировали пациента, все прекрасно выписали. Пациент пошел на ФГДС после нас буквально через два дня на какой-то контроль. Произошла перфорация пищевода, и защитить клинику удалось только благодаря тому, что они все сфотографировали. А пациент не говорит, что он ходил на ФГДС. А претензии все предъявляют клинике. Ну, потом с помощью того же самого социального капитала, профессиональных связей и так далее, мы установили, пациент сам проговорился, мы установили, что он ходил на ФГДС, заподозрили перфорацию пищевода и так далее. Но что нам помогло? Нам помогло то, что мы представили пациенту и его родственникам, что мы чисты. Вот, пожалуйста, наши инструменты. Вот так они выглядели после завершения операции. Вот так выглядел пациент. Вот то-то и то-то было. Не было крепитации, не было других симптомов и так далее. Соответственно, я вижу, что уже время заканчивается. Я просто прошу анестезиологов рассмотреть возможность проведения фотопротокола каких-то важнейших обстоятельств, которые они считают нужными, и введения фотопротокола в практику врача-анестезиолога-реаниматолога. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!